Я представляю общеобразовательную школу имени Нуркена Абдирова города Караганды, вернее, наша команда представляет. Наша школа с 2013 года работает в условиях внедрения экспериментальной программы «Школа-комплекс полного дня» в системе функционирования общеобразовательной школы по принципу ступенчатой дифференциации и реализации программы военно-патриотического воспитания в кадетских классах, ныне переименованных в «ЖАС-Сарбаз». Внедрение технологии «Стим-обучение» в которых способствует дальнейшему развитию учащихся классов «ЖАС-Сарбаз» в направлении «Смарт-Сарбаз», то есть формированию конкурентноспособной личности выпускника школы, обладающего набором современных компетенций. Имеем достижения определенные, в том числе и призовые места в республиканском конкурсе «Айбин» в направлении «Смарт-Сарбаз». В декабре 2020 года команда учителей нашей школы стала частью международного проекта «Таным», реализуемого караваном знаний. Наша задача заключается в том, чтобы создать уникальный продукт – серию видеоуроков на основе раздела алгебры восьмого класса «Квадратичная функция» через интеграцию с предметами естественно-математического цикла – биология, химия, физика, информатика – под руководством казахстанских и международных экспертов. Почему именно математику мы выбрали ядром интеграции предметов? Так как на основе знаний по математике у учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения, которые необходимы учащимся в повседневной жизни и являются основой для проведения исследовательской и проектной деятельности. А тема «Квадратичная функция» является одной из главных функций школьной математики, для которой построена полная теория и доказаны все свойства. Также «Квадратичная функция» является самой простой, какая только может быть, нелинейной функцией, то есть она является очень простым, доступным для понимания учащихся примером, на котором можно показать различные научные подходы и методы, в том числе и графические. Тем более, что график квадратичной функции парабола обладает множеством интересных, применимых и полезных свойств, которые с успехом применяются в реальной жизни. Парабола является одной из универсальных траекторий движения, начиная от движения меча, брошенного школьником, и заканчивая движением космических тел во Вселенной. Парабола обладает оптическим свойством, которое применяется и в мире природы, и в быту, и в технике, поверхности, в основе которых лежит парабола. Параболоид вращения, гиперболический параболоид. Из-за своих уникальных особенностей находят повсеместное практическое применение. Парабола является одним из конических сечений, свойства которых применяются в механике, оптике, технике, строительстве. Многие законы природы, физики, химии выражаются в виде квадратичной зависимости, поэтому умение читать графики квадратичной функции пригодится во многих сферах деятельности. Тема квадратичная функция интегрируется со следующими темами предметов физика, биология, химия, информатика, школьной программы. А опыт интеграции биологии с предметами естественно-математического цикла представит моя коллега, участник проекта «Таным», заместитель директора по учебной работе общеобразовательной школы имени Нуркина Авдирова, учитель биологии Ширяева Наталья Владимировна. В неделе на уроках биологии элементов стем-образования позволяет учащимся свободно ориентироваться в мире через критическое и творческое мышление, различных навыков при проведении опытов, экспериментов живой и неживой природы. В процессе обучения на уроках биологии учащиеся проводят наблюдения, логические выводы, констелирование, моделирование, находят закономерности, учатся речевому комментированию явлений процессов и закономерности, а также результатов своей деятельности. Это все пересекающиеся элементы обновленного содержания образования и стем-обучения. И все это способствует получению более прочных знаний, раскрытию потенциала учащихся, ориентирует их на конкретную область увлечений, повышает интерес к различным школьным предметам и уровень естественно-научной компетенции, расширяет кругозор, формирует среду, в которой дети работают не только головой, но и руками. При этом лучшим показателем эффективности таких уроков является их эмоциональное состояние. Разработка стем-урок с интеграцией предметов естественно-математического направления, в том числе и биологии, у нас началась с определения доминирующего предмета математики и математической темы, квадратичная функция, ее свойства и график. Далее перед нами стояла задача найти точки соприкосновения данной темы с предметами естественно-математического цикла, в том числе и биологии конкретного класса. И здесь главное было найти точную информацию, чтобы не допустить необоснованных доказательств применения математических знаний. С нами проводился анализ учебной литературы, дополнительной информации, в том числе и на англоязычных сайтах. Также использовались данные медицинских сайтов, учебные материалы для медицинских специальностей. То есть подготовка к каждому видеоуроку в рамках проекта это мини-исследование с анализом, сопоставлением, выводами и заключениями, что и нашло отражение в наших видеоуроках. В результате нами были определены следующие области применения математических помятий, как, например, свойства параболы в создании летательных аппаратов, свойства квадратичных функций в параболических арочных строениях, создании протезов через изучение биомеханики движения, процессов плоскостопия через понимание строения свода стопы, фокус параболы в строении и функциях цветка, параболические движения в траектории перемещения живых организмов, в транспорте веществ, графические изображения параболы для описания биологических процессов, параболические формы как формы для обеспечения различных функций, фокус параболы в создании оптических приборов, а также в объяснении функций различных структур организмов. Далее нами была проведена работа по определению разделов и тем в биологии восьмого класса, которые соответствовали бы применению математических понятий в рамках выбранной темы. И мы определили такие разделы, как клеточная биология, транспорт веществ, движение биофизика, координация регуляции, размножение, биосфера, экосистема популяции. В ходе создания видеоуроков с точки зрения биологической науки были рассмотрены такие примеры, как эрептическое движение цитоплазмы в клетках, которые имеют вытянутую форму, у которых центральная часть занята крупной вакуолю, а цитоплазма сосредоточена вдоль клеток. В таких клетках цитоплазма движется по кругу в одном направлении. Следующий пример – это эритроциты человека, которые имеют двояк обогнутую форму в виде диска и таким образом напоминают нам двустороннюю проболоидную форму, благодаря которой увеличивается поверхность эритроцита для большего присоединения количества кислорода и их пластичности для прохождения в узких просветах капилляров. Еще одна форма была отмечена в серповидных клетках, напоминающая нам одностороннюю проболоидную форму, что является признаком серповидно-клеточной анемии. И такие эритроциты уже не обладают пластичностью, не могут переносить кислород, а значит не обеспечивают функции крови. Аркообразный свод стопы, который обеспечивает эритроцитационную функцию, а также ее подъемный механизм, равномерное распределение тяжести способствует нашему прямохождению. Выпуклая форма роговицы глаза также имеет параболическую форму. Зависит от натяжения мышц глаза, которые способствуют преломлению света, проходящего через роговицу, и его рассеивание для проекции на сетчатку, что обеспечивает тонкое фокусирование на объектах, расположенных на различных расстояниях от глаза. Параболоидные формы почек, расположение завязи в цветке, формы структур цветка – это все формы, обеспечивающие функции данных органов. Параболоидные формы семян различных растений стали примером планирования при создании летательных аппаратов, а параболоидные формы некоторых животных, способствующих их передвижению, стали примером при создании подводных аппаратов. Используя графические, параболические изображения, можно объяснять различные биологические процессы и явления, например, экологическую валентность живых организмов. Таким образом, практически в каждой теме биологии можно найти точки соприкосновения с предметами естественно-математического цикла, в том числе и с математикой, и не только с точки вычислений каких-либо исследований. И объяснение учебного материала, его подача, при этом становится более увлекательной, интересной и запоминающейся. При этом учит детей мыслить более широко, пробуждая интерес практически ко всем школьным предметам. Изработка STEM-уроков – это достаточно трудоемкий, но в то же время очень увлекательный и интересный процесс. И применение технологий STEM-обучения – необходимое явление в нашей системе образования на сегодняшний день. И мы, естественно, очень рады тому, что участвуем в проекте «Таным» и имеем такую возможность получить колоссальный опыт в создании подобных видеоуроков. Большое спасибо за внимание.